Привет! Это канал IT User Help. Сегодня я хотел бы рассказать о том, как протестировать смартфон на предмет производительности, а именно процессора и графического ядра, если оно есть. Это будет полезно, если, к примеру, ты собираешься купить телефон и для тебя производительность крайне важна, то ты можешь посмотреть результаты в интернете от этих приложений, сравнить, плюс ты можешь, когда соберешься покупать телефон, установить эту программу, запустить тест и увидеть реальные результаты. А также в этом видео я хочу рассказать о том, как узнать, насколько процессор справляется с нагрузкой, насколько хорошо не перегревается ли он, и если, когда нагревается, то насколько сильно падает его производительность, то есть так называемый тролтлинг. И для этого нам нужно два приложения, чтобы протестировать. Первое это приложение CPU Throttling Test, код разработчика Procedural Profit. Вот такая иконка у него. Как видишь, 4.4 отзывы. Очень хороший показатель. Это первое приложение. И второе приложение. Вводим тест смартфона русскими символами. И нам нужно довольно известное приложение Geekbench. Скачиваем, устанавливаем и открываем. С помощью этих двух приложений мы будем тестировать. Начнем с Geekbench 5. Открываем его. Интерфейс на английском языке. Но нам здесь, в принципе, нужна только одна кнопка Run CPU Benchmark. И перед тестом нужно перезагрузить смартфон, для того, чтобы получить наиболее оптимальные и точные результаты. Поэтому перезагрузили смартфон. Запускаем Geekbench 5. И нажимаем Run CPU Benchmark. Далее придется подождать, пока пройдет весь тест, по окончании которого мы получим результат в числах. И этот результат мы сможем сравнить с другими телефонами. Покажутся соседние телефоны с похожими результатами. И ты сможешь, если ты, например, выбираешь телефон, ты сможешь выбрать примерно в той же ценовой категории телефоны, которые имеют схожую производительность. Возможно, окажется, что по результатам теста телефон, который дешевле, будет иметь производительность выше, чем тот, который ты выбираешь. Но это на тот случай, если для тебя основное является производительность смартфона. Итак, подождем, пока завершится тест. Я поставлю на паузу и возобновлю по завершению. Итак, тест завершен. Еще хочется сказать, что во время теста нельзя пользоваться телефоном, заходить в другие приложения, чтобы результат был максимально точным. Вот мы получили такие значения. 780 для одного ядра и 2659 для всех ядер. Здесь ты можешь посмотреть информацию о процессоре, о телефоне, прочие данные. В следующей вкладке ты можешь сравнить свой телефон с другими телефонами. Показываются другие телефоны с наиболее близкими, с твоим результатом. Single Core – это сравнение твоего телефона в производительности по одному ядру с другими телефонами. Здесь ты можешь увидеть, какие телефоны заняли меньшее и большее значение, чем твой. И мультикор – это для всех ядер значения. И здесь также ты сможешь увидеть результаты других смартфонов. Это было первое приложение, с помощью которого ты сможешь протестировать свой смартфон. И второе приложение покажет нам падение производительности при нагреве. Приложение называется CPU Throttling, как я в начале видео сказал. Вот это приложение. Устанавливаем его. Здесь нужно выбрать некоторые настройки. Для полноценного тестирования нажимаем Option, английский. И здесь по умолчанию стоит значение 20, Number of Threads, устанавливаем значение 100. Также можно нажать галочку Display CPU Temperature, чтобы показывать температуру ядра. Ну, остальные значения, в принципе, оставляем как есть. Нажимаем Save, чтобы сохранить. И далее нажимаем Start Test. Происходит тест, при котором процессор, все ядра процессора нагружаются на полную, на все 100%. Тем самым мы можем увидеть по истечении некоторого времени, минуту, две, три, в зависимости от смартфона, какие будут просадки. То есть при нагреве во всех телефонах возникают просадки. Но в одних это могут быть минимальные просадки, которые, в принципе, допустимы. А в других, в зависимости от модели и от возраста телефона, либо наличия каких-то проблем в нем, может быть большие просадки. Также ты можешь сравнить, к примеру, два одинаковых телефона. И если значения будут сильно отличаться, то можно будет сделать вывод, что один из телефонов имеет какую-то физическую проблему. Это полезно, к примеру, при покупке телефона. Если ты, например, хочешь купить определенную модель, ты можешь узнать в интернете, или попросить кого-то, у кого есть такой телефон, запустить этот тест и с определенными настройками, к примеру, как я показал, при 100 значений по нитям, там, где мы устанавливали, в Options, значение 100. Попросить кого-нибудь, у кого есть такой же смартфон, установить настройки такие и пройти тест. И посмотреть, какие результаты даст тот заведомо исправный смартфон. И потом, когда ты соберешься покупать, например, с рук такой же смартфон, ты можешь быстро запустить эту программу у продавца и посмотреть, если на том смартфоне, который ты собираешься купить, не будет просадок больших, а значения будут такие же примерно, как у друга твоего, к примеру, либо в интернете, значения, то можно смело брать телефон, там не будет никаких проблем с процессором. Тест оптимально от 5 минут должен пройти, плюс еще одно условие, перед началом теста телефон должен полежать минимум 10 минут, чтобы остыть и принять температуру, так сказать, компонентную, чтобы процессор был полностью остывший. И после этого можно будет запускать тест. Также еще один момент, который можно с помощью этой программы выяснить, это производительность. Как видишь, здесь внизу написано перформанс производительность и показан результат в гипсах. То есть, это означает, что ты можешь сравнить два смартфона на производительность. Потому что есть смартфоны, например, если взять два смартфона, оба имеют 8 ядер, примерно одинаковая частота. То производительность их может очень заметно отличаться, и реальные значения будут сильно отличаться. И нам именно нужно узнать вот это значение в гипсах, сколько реальная производительность. И, соответственно, в том смартфоне, где это значение будет больше, тот и будет более производительнее и в играх, и в целом при любых задачах. Поэтому вот такое приложение можно взять на вооружение, если ты собираешься покупать телефон, либо собираешься выбрать себе новый телефон, либо бэушный покупаешь телефон, чтобы протестировать, либо свой уже имеющийся протестировать. Также с помощью этой программы можно выявить некоторые проблемы, к примеру, с подвисаниями. Если, например, ты пользуешься телефоном, и через какое-то время он начинает сильно виснуть, подвисать и прочие проблемы, ты можешь запустить этот тест, и если увидишь сильные просадки по нагреву, то это будет означать, что у тебя проблема именно с процессором, возможно, с пайкой на процессоры, а не с операционной системой, либо с программами какими-то установленными. То есть с помощью этой программы можно будет выявить причину тормозов. Либо это тормоза из-за того, что программа какая-то стоит и грузит, либо это проблема именно того, что процессор перегревается по каким-то причинам. Либо это просто неудачная модель, либо это уже началась какая-то физическая проблема термопаста, отсыхает, либо если это без охлаждения процессор, то какие-то повреждения процессора и так далее. Ну вот, как видишь, как раз 5 минут и является показателем того, что это минимум 5 минут нужно прогонять тест, чтобы увидеть падение. Вот после 5 минут началось уменьшение производительности небольшое, но в целом это допустимо. 80% это нормально, то есть плохо будет, если значения сильно упадут ниже намного, до красного значения. На этом у меня все. Если видео было полезным, обязательно ставь лайк под этим видео, оставляй комментарий любой и подписывайся на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok